11.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Дарьи Докузлеева. Яна Лапшина. Всем доброго дня. Мы работаем сегодня в прямом эфире. Номер телефона для ваших звонков 211-101. 211-101. И огромное количество возможностей для того, чтобы не голосом озвучить свое мнение, а написать его. Да, написать можно по телефону 8909-720-101 и 0. Можно в Viber, можно в WhatsApp или по старинке SMS. Телефончик мне, сам телефон, думаю, Оля Болезина мне принесет через пару минут. Так что пишите все сообщения, вопросы, мысли по поводу. Мы обязательно озвучим и зачитаем. По поводу наших сегодняшних тем. Как ни удивительно, мы снова говорим про коронавирус. Мы говорим в первом часе с предпринимателями, которые в последний, наверное, месяц примерно вот такие вопросы у нас раздаются в редакции. Очень обеспокоены датой 20 сентября. Почему-то эту дату вбросили в социальные сети, в информационное пространство, не только в Кирове, но в целом по России, как дату возможного введения второй волны карантина и ограничений, связанных с коронавирусом. Власти официальные всех уровней пока это опровергают. Говорят, что предпосылок к этому нет. Бизнес, тем не менее, опасается. В первом часе говорим об этом. Во втором часе говорим с представителями наших культурных площадок. Некоторые из них уже открылись. Некоторые только собираются. Посмотрим, как складывается ситуация. Пошел ли зритель в музей, пойдет ли зритель в театры, пойдет ли зритель в филармонию. Об этом после 12 часов. Кстати, о зрителях. На нас можно посмотреть. Мы сегодня впервые запустили трансляцию на сайте. Когда зайдете на главную страницу, самое-самое верхнее окошечко, там будет лиф трансляции написано. Вот я вижу красную тут строчку. Нужно нажать на play, и вы попадете на страницу с видеотрансляцией. То есть сейчас можно не только в нашем канале в YouTube смотреть, но еще и на нашем сайте. Пожалуйста, присоединяйтесь, комментарии тоже пишите. Представляем гостей первого часа. Это Дмитрий Кочев, генеральный директор компании «Стильмарк», сеть парикмахерских прятки в порядке, и официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии красоты в Кирове. Дмитрий, добрый день. Добрый день. И Сергей Постников, активист, участник пикета в поддержку бизнеса. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот я не знаю. То, что я озвучила по поводу 20 сентября, действительно есть? Эта дата как-то вот блуждает в социальных сетях. И в Телеграме я видела, в том числе в канале «Вятский бизнес» ее называли, как дату возможного введения ограничений. С чем это связано, я не понимаю пока. Мне мои знакомые, которые ездили в Сочи, рассказывали страшные истории о том, что местные сочинские власти говорят предпринимателям, «Зарабатывайте пока можно, 20-го мы закроем вообще Сочи, и никто в Сочи не попадет, и вы ни на каких туристах не заработаете». То есть это не только в Кирове. Да, я здесь, наверное, выскажу собственное мнение. То есть сейчас убежусь, что меня хорошо слышно. Здесь какая ситуация-то? Я думаю, мы как предприниматели, как класс в целом всегда действуем следующим образом. То есть мы верим в лучшее, но готовимся к худшему, потому что каждый должен просчитывать риски негативного сценария развития событий. Как показала практика первой волны и закрытие, то есть закрытие сказалось катастрофически на практически всех предприятиях. Какие-то уже закрылись, их достаточно много, какие-то еле-еле доживают. Кто-то восстанавливается, но до прежних оборотов, то есть это лишь единицы. Поэтому мы относимся к этому с определенной долей опасности. Почему как бы есть определенное волнение? Я скажу, то есть да, ориентировочно еще в июле говорили о том, что будет вторая волна. Все об этом говорили со всех сторон. И из власти были определенные слова озвучены, да, вторая волна. Вторая волна коронавируса. Вторая волна коронавируса. И как следствие какие-либо, опять-таки же, ограничения деятельности, которые ведут к провалу выручки. Далее в августе по сетям везде начал ходить документ, если я не ошибаюсь, из МФЦ, который там что-то ограничивают, и будет закрытие. Это подлинный документ? Здесь неизвестно, понимаете, то есть я не видел документ, допустим, с синей печатью, непонятно подлинный или нет, но тем не менее, то есть это все на уровне какой-то информации, ну такой, можно сказать, наверное, слухи. Другой вопрос-то в чем? То есть вот эта информация нагнетается, и сейчас нагнетается. Если вы поговорите с людьми, то все время в окружении любого человека найдется какой-то человек, у которого есть знакомый из администрации, который пришел и сказал, а вот знаете, с 20 сентября вот все плохо, все будет закрываться, и в общем нагнетает вот эту обстановку. Понятно, что любой здравый человек относится к этому как к слухам, потому что нет аргументации, но с другой стороны мы не получаем открытых подтверждений от власти о том, что этого не будет, то есть нет открытых заявлений о том, чтобы вышел представитель власти и сказал, ребята, да, ситуация вот такая, успокойтесь, не будет никаких ограничений, я вам гарантирую, что усугубляться ситуация не будет. Если бы было вот это, тогда никаких вопросов бы, конечно, и не возникало. Но как власти могут гарантировать, что усугубляться ситуация не будет, эти же процессы им не подвластны? Ну что значит неподвластны? То есть здесь мы уже как бы немножко в другое вопрос погружаемся. Смотрите, то есть если они так сделать не могут, на мой взгляд они могут, потому что есть понятная статистика, есть сейчас статистика смертности, заболеваемости, вообще есть цифры, которые описывают опасность заболеваний, как коронавирусом, и все видим, что эта опасность, она сравнима с опасностью от гриппа или любого ОРВИ. Ничего такого критичного нет. Соответственно, если это так, то можно делать соответствующие заявления. На мой личный взгляд. Если этих заявлений не поступает, а есть пул информации, который говорит, а вот тут что-то закрыто, а вот тут что-то. И естественно, бизнес начинает думать и беспокоиться, потому что любые ограничительные меры во вторую волну, это просто все равно, что взять и принудительно закрыть все предприятия. Ну, потому что никто не выдержит. У людей не то, что нет запаса прочности, они сейчас кто остался, еще все залезли в долги, а из чего отдавать? Им еще те самые льготные кредиты, кто сумел получить, надо будет выплачивать. В том-то и дело, да. То есть там финансовое положение у большинства компаний малого бизнеса, которые пострадали в период ограничения, оно просто такое достаточно печальное и сложное. Мне кажется, что надо разделить две вещи. Первое. Естественно, власти не могут гарантировать, что ситуация с коронавирусом, заболеваемостью ухудшаться не будет. Здесь никаких гарантий того, что все будет отлично, они дать не могут. Но наверняка есть какие-то просчитанные механизмы и способы реагирования на эту ситуацию, которые сейчас обсуждаются. То есть вот если будет все совсем плохо, то мы будем действовать так. Если будет все не очень плохо, то мы будем действовать так. Если все будет отлично, то мы вообще всех откроем, работайте, пожалуйста. То есть нет даже таких заявлений. Это беспокоит, я правильно понимаю? Да, именно так. То есть любые слухи и любые ложные опасения возникают там, где нет достоверной информации. То есть у нас достоверным источником информации является власть. Вот я лично, я, конечно, не мониторю все информационные поля одновременно, но, собственно говоря, в моем окружении никто мне не мог сказать, я нигде не читал о том, чтобы вышел какой-либо представитель власти и сказал, ребята, что бы ни было, значит никаких обратных ограничений не будет. Максимум, что мы будем вводить там ужесточение масочного режима там или еще что. Ну то есть что-то, что не приведет к закрытию кампании. Все. Если будет ситуация лучше, значит мы будем действовать лучше по ситуации. Все. И можно дополнительно, коли уж ходят слухи, ведь во власти я уверен, что эти слухи тоже знают, они могут сказать, что эта информация ложная, мы ее комментировать не будем. Все, этого достаточно. И сразу все средства массовой информации процитировали бы, и как бы лишняя напряженность спала. Вот хотя бы такие элементарные симптоматические действия. Но я должна сказать, что некоторое время назад в этой студии был председатель правительства Александр Чурин, и мы задавали ему этот вопрос, насколько я помню. И тогда он сказал, что нет, никакая дата там 20 сентября не рассматривается. Как только появилась эта информация в телеграм-канале «Вятский бизнес», у нас было несколько экспертов из власти, в том числе был, по-моему, вице-спикер законодательного собрания Роман Титов, я его спрашивала об этом. Он тоже говорил про то, что предпосылок нет. Правда, это было давно. То есть это было как минимум месяц назад. Ситуация меняется. Каждый день мы видим, что 60 с хвостиком человек, это практически такая ежедневная статистика по заболевшим. И вот насколько эта статистика настораживающая и серьезно, учитывая летние цифры в 40-50 человек. То есть все равно рост есть. Хоть он и вышел на стабильные показатели, но он все равно немножко больше, чем было летом. При этом вроде бы открывается учреждение культуры, начался учебный год. То есть мы понимаем, что факторы, которые могут повлиять на рост заболеваемости, их больше становится, да? Да, здесь я прокомментирую. То есть вот опасения, опять-таки же, еще раз повторюсь, они возникают в том, что нет как бы понятной достоверной информации. Мы ведь все здравые люди и все прекрасно понимаем. Летом солнышко, люди чувствуют себя лучше, иммунитет болеет меньше. Сентябрь, всегда холода, все дети в детских садиках, в школах всегда чихают, болеют из года в год, ничего критичного нет. Естественно, просто в этом году, если человек кашляет, у всех возникает вопрос, а вдруг это коронавирус вот этот вот, да, у нас. И люди не могут спрогнозировать, а как в этот раз будут реагировать власть. То есть, естественно, если как бы власть изучила все цифры и понимает на текущий момент, что эта заболеваемость имеет смертность, сопоставимую с гриппом или ОРВИ, то есть оно не является таким настолько критичным и опасным, да? То есть это просто как бы нормально, и люди болеют в легкой форме, естественно, кто-то умер, как и от любой другой болезни. Не больше, ну то есть это нормальная цифра. Естественно, власти будут реагировать адекватно. Но предыдущий опыт исторический вот трех-четырехмесячной давности показывает обратное, когда не было каких-то цифр, которые бы подтверждали, что у нас сейчас будут умирать десятки тысяч человек, я говорю, допустим, про Кировскую область, и начали вдруг все ограничивать. Но показатели-то смертности так или иначе официальный отвоз были ведь. Я не думаю, что Кировская область какой-то уникальный регион. Тем не менее. Смотрите, то есть вот по показателям я сейчас посмотрел, давайте вот просто почитаем. Вот цифра, она не имеет ни эмоций, ее можно очень трезво оценить объективно. То есть у нас на сегодняшний день по информации с сайта коронавирус 100 человек умерло. Возьмем, что это с начала пандемии, да? Вот с апреля месяца. Почитаем апрель, май, июнь, июль, август. Пять месяцев. То есть это 20 человек в месяц. 20 человек в месяц. Если брать статистику смертности прошлого года от всех заболеваний, в среднем в месяц по Кировской области умирает около полутора тысяч человек. Ну, плюс-минус тут не существенно будет там, я не буду приводить точный цифр. Примерно полторы тысячи в месяц. Вот, то есть мы можем посчитать очень просто 20 человек от полутора тысяч, потому что общая смертность сохраняется в этом году на таком же уровне примерно. То есть это около одного процента от общей смертности. Ну, насколько это существенно для того, чтобы... Нет, давайте вот этими цифрами мы не будем вот так считать, потому что на самом деле это считается все не так. Статистика медицинская подводится совсем не таким способом. Мы тут не специалисты, поэтому мы в эту область давайте влезать не будем, потому что если мы сейчас будем говорить о том, что эти данные... Ну, то есть такая смертность маленькая, и она совсем не важна, это тоже не совсем верно. И это может быть, скажем так, фейковой информацией. Ну, это все корректно. Нет, на самом деле история следующая. То есть мы понимаем, что 20 человек в месяц умирает от коронавируса при всех принятых мерах безопасности. То есть при том, что были ограничения, при том, что введены там, ну, уж как он не работает, там, да, масочный режим, какие-то там санитайзеры и прочее, прочее, прочее. Возможно, эти ограничения как раз и вводились для того, чтобы цифры не росли в геометрической прогрессии. То есть мы же это понимаем. Смотрите, возможно, вопрос в том, чтобы все те ограничения, которые вводились, они бы соблюдались, и тогда у нас была бы меньше смертность, меньше рост заболеваемости. То есть это тоже вопрос. То есть тот самый масочный режим, режим пресловутый, о котором мы в течение трёх месяцев, его не соблюдает никто, конечно же. То есть та заболеваемость, которую мы сейчас имеем, это фактически без масочного режима. Ну, будем откровенны, так ведь? Ну, возможно, да, имеет смысл ввести масочный режим на неделю, на две и посмотреть на цифры. Та мысль, которую озвучила, по-моему, как раз же Роман Ситов о том, что вместо того, чтобы закрывать бизнес, возможно, стоит более строго соблюдать меры ограничительные. Вот вы как считаете? Я бы, конечно, тоже прокомментирую. Да, Сергей, пожалуйста. Я бы вообще попробовал, как в Швеции. В Швеции разрешили гулять, работать, ничего не закрывали, только дали предупреждение пожилым людям, маленьким пожилым людям, чтобы они сами себя сохраняли и поменьше выходили на улицу и делали самоизоляцию на 14 дней. А все остальные, молодёжь, пускай они работают, также живут и занимаются своими делами. Так вот, там я посмотрел статистику, маленькая заболеваемость, маленькая смертность. И люди как работали, так и работали. Но она не очень маленькая, перекладывая на население Швеции, которое всего 10 миллионов. 10 миллионов, да. Но там, если брать соседние у них регионные страны, то там намного больше смертности, чем, например, Швеция. Ну, нужно понимать, что если, например, брать объёмы тестирования, которые проводятся в России, да, и объёмы тестирования, которые проводятся в Швеции, то есть они, мягко говоря, несопоставимы, несопоставимы вообще. Поэтому тоже как мы можем оценить? Я почему сейчас взял Швецию? Потому что в Хабаровском крае ведь отменились 4 сентября. Все вот эти вот... То есть абсолютно все ограничения сняли? Все ограничения у них сняли. То есть 4 сентября у них ни на что не распространяется. То есть всё хорошо. И как мы видим, люди с 9 июля, да, там, или с 10 июля выходили многотысячные протестные акции, там по 100 тысяч человек, по 50 тысяч, и на сегодняшний момент тоже они ходят. Но роста заболеваемости значительного нет. Роста заболеваемости у них, оказывается, нет. И с 4 сентября все ограничительные меры у них сняты. Также возьмём в Минске, да. Люди же тоже ходят там. Они просто на свежем воздухе гуляют. Вот в чём дело. И у них же тоже нету рост заболеваемости. Это кто сказал? Александр Лукашенко? Нет, это я опять просто смотрел статистику. Ну, смотрите, то есть вы считаете, что нужно всё открыть и убрать вообще все меры ограничительные? Я думаю, да. Да, 100%. А слушайте, вот всё-таки возвращаясь... Пускай люди занимаются спортом, как и раньше занимались, потому что спорты только недавно открыли. Ну, массовые занятия, да. Массовые занятия. А до этого они были закрыты, понятно? Что людям делать? Понятно, они заболеваемость, всё брали на себя. У них иммунитет падал. Пускай люди занимаются спортом. Также живут, как и раньше жили. То есть у нас, в принципе-то, весеннее-осеннее обострение гриппа, это всегда бывает. Ну, и ОРВИ, да, простудные заболевания, это правда. И как были тогда заболеваемости, так, в принципе, и здесь, ну, да, здесь у нас коронавирус, это... Это вирус. Это вирус, да. Который ещё и передаётся достаточно быстро. Давайте я вот ещё всё-таки добавлю, здесь я Сергея полностью поддерживаю в позиции, всё-таки вот по интерпретации цифр, чтобы мы, конечно, никакой фейковой информации не распространяем, я просто вот скажу цифры, каждый может посмотреть, убедиться. Вот взять просто смертность по этому году, она на уровне прошлого, я говорю, около там полутора тысяч человек в месяц. Если мы возьмём смертность официальную, опять-таки же, в 2012 году, это восемь лет назад, это было практически в два раза больше. То есть около трёх тысяч человек в месяц по Кировской области. Это официальные данные, вы можете посмотреть, то есть смертность упала в два раза. На каком сайте вы их брали, Дмитрий? Это официальный сайт, я не помню, как он называется, там именно, ну, как бы численность населения, смертность по российской физике. Это Кировстад, это Росстад, скорее всего, потому что там были разные города, я выбрал просто Кировскую область и посмотрел. Это открытая информация, то есть смертность фактически была практически в два раза больше. И 2012 год, если вы спросите, это был один из, ну, как бы лучших годов у всех, потому что всё было на подъёме, все на позитиве, никто что-то не ходил ни в масках, ничего страшного нет, и никто не говорил, а чего это у нас вот так много людей тут что-то обсуждается. Даже бурно об этом не обсуждалось и не распространялось, в принципе, нигде. А поэтому сейчас вот, то есть вся вот эта рефлексия, понятно, что заболевание, да, я не говорю, что там, наверное, пусть врачи дают оценку, просто я вижу цифры, вот, и цифра, она говорит лучше всего, меры, не меры, ещё что-то, ну, то есть, где вот эта критическая опасность? Если уж мы говорим, что есть какие-то ограничительные меры или ещё что-то, но мы понимаем, что у нас, конечно, государство наше прекрасное, оно должно заботиться о жителях, заботиться, но всё-таки собственная безопасность – это, в первую очередь, ответственность каждого человека. Но если человек беспокоится, он наденет маску, если он не хочет никуда выходить, её же никто не заставляет. Ну, спокойно посидел дома, сохранился, ничего страшного нет. Вот поэтому я считаю, что меры излишни, и почему дополнительное внимание ещё вот этому вопросу уделяется, я ведь объясню, потому что кроме, вот, так скажем, второй волны, да, которая вызывает опасения там и так далее, хотя я уверен, что у нас власти компетентны, и не будут таких решений, а будут, наоборот, открывать, у нас ещё сохраняются направления деятельности, которые закрыты. И вот если мы возьмём те ситуации и моменты, которые мне кажутся, во всяком случае, неправильными, если так мягко сформулируют, например, столовые в торговых центрах. Вот столовым, общепитом, кафе можно работать, если они находятся в торговом центре, им нельзя работать. При этом торговые центры работают. При этом торговые центры работают, да, и нужно там, вот у нас, конечно, местные предприниматели, они очень творческие, они находят какие-то решения, там находят дополнительные входы, какие-то там ограждения, что-то пытаются, или работают на вынос. Ну, то есть, сама мысль, вот эта, что у нас всем кафе разрешили, и это правильно. Но если это же кафе расположено в торговом центре, где, как правило, более высокие потолки, и более сильная вентиляция, больше свободного пространства, больше площади, больше расстояния между столами, почему-то нельзя. И вот, я не знаю, возьмём косметологию или массаж. То есть, всё можно, всё везде здорово. Видел фотографию в одном из пабликов Кирова, как ездят в автобусах, там, вообще дышат друг другу в затылок, всё нормально. А вот, если массажист один на один с человеком, это нельзя, это сразу опасно. И вот, как бы, нет опять-таки же твёрдой позиции по этому. Ну, сказали бы нам, ребята, ждите, с 15 сентября откроем всех. Всё, никаких вопросов, носите только маски и соблюдайте. Мы сказали, очень хорошо, и всё, и никаких вопросов не будет, все работаем. Если ситуация противоположная, то есть, вот завтра вам власти выходят, и, предположим, говорят, 20 сентября закрываем. Какие шаги вы предпринимаете? На текущий момент я всё-таки, на самом деле, оптимист, твёрдо убеждён, что власть посмотрела на ситуацию, сделала выводы, и будет всё-таки идти по пути открытия. Но если будет путь закрытия, то есть, ну, как будет действовать любой здравомыслящий человек и предприниматели? Компания, у них нет денег, они выбираются из долгов. То есть, сейчас вот такая общая ситуация. Ограничивается деятельность. То есть, у людей нет денег, но появляется много свободного времени. При этом мы видим, что происходит, например, там, в Белоруссии, да, какие процессы, в Хабаровске там люди гуляют, там, и так далее. И здесь, ну, естественно, если есть желание как бы синициировать вот этот процесс, то он, естественно, образом подключится, потому что у людей... Вы предлагаете, чтобы, возможно, уличные акции какие-то протестные? Да, уличные акции, скорее всего, будут. Мы не предлагаем. Нет, предполагаете. А, ну, это невозможно исключать, потому что, посмотрите, что у людей накопится негатив. Ну, вот представьте, вас завтра закрыли. У вас не хватает денег, вам нечего заняться, вы недовольны. У вас нет инструментов для того, чтобы высказать собственную позицию. Что будете делать? Естественно, то есть, вы будете ее выражать просто мирно в рамках закона, выходя на улицу. Не организовываем я, просто вы будете мирно выходить. Ну, у нас в рамках закона сейчас разрешены только одиночные пикеты, насколько я понимаю. Передвигаться-то можно? Я даже скажу, что пикеты массовые тоже разрешили. Вот взять Вадима Ананию, который каждую субботу проводит этот пикет, ему же разрешают. Я думаю, что пикет можно, а вот митинги, скорее всего, нельзя. Митинги нельзя, и шествия нельзя. И шествия нельзя, да. То есть, если выходить на улицу, то либо как в формате прогулок, без всяких лозунгов и громкоговорителей, либо, соответственно, вот небольшими группками и по согласованию. Тем не менее, мне все равно хотелось бы немного добить этот вопрос в том плане, что если мы говорим о том, что власть сейчас отмалчивается и ничего не говорит, и, соответственно, никак не может что-то гарантировать или направить бизнес в какую-то сторону, и, соответственно, я делаю вывод, что если власть сейчас выйдет с каким-то заявлением, бизнес сможет предпринять некие шаги. Вот если исключать какую-то протестную деятельность, реальные-то шаги, возможно, то есть на самом ли деле влияет, имеет какое-то значение сейчас, скажет власть это или не скажет для бизнеса, то какое сейчас это значение имеет? Что вы реально можете сделать, если завтра губернатор выйдет и скажет 20 сентября мы закрываемся? — Здесь ведь не вопрос, вот в рамках ограничительных мер, не вопрос, скажет или не скажет, скажет заранее, не скажет, тут не в этом дело, вопрос-то в действиях. Можно ничего не говорить, можно просто там написать «всех открываем», все, никаких вопросов. — Или всех закрываем. — Ну вот если всех закрываем, есть ли что-то, что бизнес может подстраховаться? — Без разницы в какой момент это будет озвучено, если это будет сделано, то это приведет к одним и тем же последствиям. Ну то есть вы представьте любую ситуацию, любую организацию, любого человека. Вот был доход, то есть есть дефицитный бюджет у семьи, у человека, у компании, есть кредитная нагрузка, ограничивается источник дохода, ноль. При этом сохраняются расходы, все же мы хотим кушать, не знаю, элементарно там детей одевать нужно во что-то, коммуналку нужно платить. Откуда эти деньги брать-то? И все, быстро там что-то, как некоторые люди говорят там, вот вы же предприниматели, перепрофилируйте. А что делать с активами-то, когда вложены там колоссальные суммы, и они в кредит, их откуда набирать-то? Хотите заниматься там пирожки печь, если пирожками разрешено работать? Ну то есть это смешно. Поэтому здесь-то именно важны как бы конструктивные действия и исключение негативного сценария. — О том, что делать, мы поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас уйдем на короткую рекламу. Я слушателям напоминаю, 211-101 и 8909-720-101 и 0. Подключайтесь в беседе, выражайте свое мнение по поводу предполагаемой второй волны карантина. Дмитрий Кочев, Сергей Пустников в нашей студии. Говорим об ожиданиях, тревожных ожиданиях предпринимателей в преддверии осеннего роста заболеваемости не только коронавирусом, да и гриппом, простудными заболеваниями, всем чем угодно. Бусируются слухи в последний месяц-полтора о том, что 20 сентября возможно введение новых ограничений. Власти это пока опровергают, но опровергают, как я понимаю, неофициально, потому что у них, видимо, нет возможности просто сказать, что нет, ребята, мы точно никого закрывать не будем. Но при этом я хочу напомнить, что перед первым сентября у Елизаветы Белоусовой, ей практически задавали этот прямой вопрос, да, Руководителю Роспотребнадзора Кировского, по-моему, это было во время пресс-конференции по поводу подготовки к учебному году, то есть ее спросили, по-моему, конкретно про эту дату или про сентябрь, она тоже сказала, что никаких пока конкретных дат нет, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. А мне вот кажется почему-то, что не столько от эпидемиологической ситуации, там, в конкретном регионе эти решения могут зависеть, сколько от того, какое решение примет или не примет Москва. Ну, кстати, не раз и не два уже. Он сказал, не болеть. Нет, он сказал не так, он сказал, что давайте каждый регион будет считать теперь сам. Но все равно все смотрели на Собянина. И эксперты все говорили, ну вот, Москва сняла с себя ответственность просто потому, что Москва не готова и дальше поддерживать финансово вот все эти ограничения. И мы все понимаем прекрасно, действительно, да, что не бесконечно, конечно, средства, их не так много и было-то направлено на поддержку, и далеко не каждый представитель бизнеса смог что-то получить, какие-то там, да, преференции в виде кредитов льготных или выплат каких-то, да, все набегались с этим. И что будет во вторую волну, если не будет хвата денег, мы понимаем, да, там очень ограниченное число предпринимателей может этой поддержкой воспользоваться. Именно поэтому, возможно, и не будет таких жестких ограничений, которые были весной. Но вот те ограничения, которые возможны, масочный режим, ужесточение масочного режима вплоть до штрафов, как это было в Москве, вплоть до жесткого такого, как бы, ну не знаю, диалога бизнеса и клиентов бизнеса, когда они впускают в магазин и торговый центр еще куда-то без масок, это вполне возможно, эта история, она, ну как бы, рассматривается, и она в телеграм-каналах федеральных обсуждается, что закрытия бизнеса не будет, но будет жесткий масочный режим, и будут прямо вот штрафы для жителей. В этой ситуации вы, ну вот конкретно, не знаю, там, Дмитрий, ваша сеть готова как-то перестроить работу, или вы и так сейчас соблюдаете все, что можно, все, что требуется? Да, прокомментирую, сразу тезисно, еще раз подчеркну, буду через весь эфир это говорить, я все-таки уверен в компетенции наших главных лиц региона, и в том, что они примут правильное решение, и пойдут по пути открытия, и скажут всем об этом, чтобы никто не волновался. Второе, что касательно масочного режима и так далее, нужно еще смотреть, насколько вообще в целом сами эти меры, в принципе, эффективны, да, потому что где-то это можно проконтролировать, где-то нет, и если ограничивать сильный контроль, пытаться штрафовать, всех не оштрафуют, это первое, в каждый автобус не засунут людей, и люди будут собираться, и все равно это не проконтролировать, надо просто это принять, потому что нужно больше работать с людьми на понимание, как раз-таки в том числе и по швейцарскому сценарию, по которому Сергей сказал. По шведскому. Ой, по шведскому, да, прошу прощения. Что касательно самих мер безопасности, естественно, наша сеть, так как у нас крупная компания, и мы разговаривали, я лично говорил об этом на совещании штаба, где был губернатор, что мы будем все исполнять, и где я могу проконтролировать лично, естественно, то есть у нас обязательно и маска, и дезинфекция, и там, то есть мы и так это все соблюдаем. То есть тут как бы никаких усложнений, процессов нет, все это понятно. Другой вопрос как бы в целесообразности, и опять-таки вот с учетом второго пункта, это надо все просто убирать, ничего в этом такого как бы влиятельного-то нет. То есть те меры безопасности, которые введены, вы считаете их излишними? Да. Ну это вот моя личная позиция, с учетом того, что я не вижу. Вы молодой и здоровый человек, вот просто, возможно, поэтому у вас такая позиция. Но тогда нет, если вот просто здесь ведь надо смотреть, у кого какая позиция. Они могут быть разные. Конечно, власть, они отвечают за процессы, они принимают решения, и все просто. Я за то, чтобы эти решения были логичны. Хорошо, если есть ответственность на бизнесе, должна быть ответственность на людях. Почему должен отвечать кто-то? Вот человек приходит без масок, почему штрафует бизнес? Давайте действительно тогда, если уж так идти, пусть тогда контролируют действительно каждого человека. Но это ведь справедливо. Ну конечно, я согласна с вами. А целесообразности мы вот тут не говорим. То есть я считаю, что моя личная позиция, имею право. Я не доктор, но вот это моя позиция. А что касается справедливости, то есть тут понятно. Если применяем, правила должны быть для всех. Для всех без исключений. В том числе для всех чиновников. Пристим тоже в масок. Для тех, кто принимает решения, конечно. Ну то есть мы же смотрим на этих людей, видя пример. И мы вот видим, например, некоторые там видео со штаба или еще откуда-то. Я вот не вижу, например, всегда маски. Может они переболели уже, просто не говорили, не афишировали. Они, может, не могут являться носителями больше. Но ведь уже есть подтвержденные случаи повторного заражения. Я ведь никого не осуждаю. Я просто за то, чтобы не было никаких излишних миров. Мы и так живем. Вот Киров, если посмотреть вообще более широко, не на Россию, а вообще на мир в целом по уровню жизни. Тут недавно очень интересную информацию смотрел, читал про сравнение с Арабскими Эмиратами, когда они там в 80-е годы на Ослах приезжали у нас смотреть, как мы в космос летаем. И что сейчас происходит. На каком уровне та страна развития, на каком наша страна. И Киров, в частности. И есть статистика, в которой приведено количество дохода на душу населения от нефти. И у них эта цифра, она сопоставима абсолютно. То есть, почему они сделали такой скачок, а у нас вот так. И, соответственно, здесь возникают вопросы. Поэтому я только за здравое решение и за понимание на перспективу. Потому что бизнес должен планировать. Буду очень рад, если и наш эфир как-то поспособствует, и будет воспринять не как критика. Люди выйдут и скажут, ребята, все успокойтесь. И в школах успокойтесь. Потому что если вы поговорите с обычными людьми, особенно мамами, которые как бы в силу своего социального статуса склонны больше к переживаниям. Да, они ведь все. Ой, а если мой сын, а вдруг? Ну, беспокоятся просто. А ведь сейчас сентябрь, после лета, все устали. Ну, надо позитива дать людям. Ну, пусть выйдут и скажут, да, люди, все будет хорошо, все здорово, успокойтесь. Солнышко ушло, но хорошее настроение должно быть. Так, а если выйдут все-таки и скажут обратное, что все нехорошо и не будет все хорошо, все-таки действия бизнеса будут каковы. Ну, то есть вот в случае введения жестких ограничений каких-то, да, незакрытие, может быть, предприятия, я не знаю, там, да, введение каких-то жестких мер, введение каких-то дополнительных требований и всего остального. Бизнес, насколько Вятский готов, ну, как-то отстаивать свои права. То есть вот мы говорили о людях, которые выходят в Хабаровске и в Беларуси, они выходят там по понятным поводам. Ну, в частности, там политические требования, они не связаны с коронавирусом. В случае, если это связано с заболеваемостью, и мы говорим о законных способах выражения своего мнения на улице, то есть это пикеты. Насколько бизнес готов выходить в пикеты? Вот я помню по весне ситуацию, да, далеко не каждый представитель бизнеса был готов стоять вот здесь, например, возле здания правительства, с совершенно мирными там, да, лозунгами и плакатами. Что-то изменилось за это время, за эти месяцы? Ну, люди чаще, как сказать, задают мне вопросы, если вдруг что-то будет, может ли мы проведем митинги? Я говорю, да. Ну, то есть пикеты. Я говорю, да. Давайте подождем 20 сентября, там мы все узнаем. Люди действительно пишут даже в сообщениях мне. Я говорю, если что, если вы готовы выходить, давайте я вам скажу, будем тогда выходить. Люди, это люди из бизнеса? Из бизнеса. И сами как работники в бизнесе, ну, то есть работники, которые работают, и сами бизнесмены. То есть и владельцы, и сотрудники. А если те, кто в начале карантина еще не был готов к каким-то таким вот активным протестам? Они сейчас готовы, потому что... А сейчас уже созрели. Да, потому что увидели, что, например, Дмитрий Кочев выходил, его открыли. Общепит выходил, их открыли. Вы думаете, эти вещи связаны? Я думаю, что губернатор говорил, что это вообще никак не связано, что вы выходите к зданию правительства. Как вы думаете, он лукавил или действительно никак не связано? Я думаю, что если бы, вот взять, да, пример Дмитрия, если бы он не выходил, и индустрия его салона красоты не выходили бы, я думаю, бы еще не открывали. То есть рано бы их не открыли. Ну, я даже немножко анализировала ситуацию, там, в сравнении с некоторыми регионами, где у меня есть знакомые. Я знаю, например, что вот вашу сферу, сферу красоты, да, открыли, например, в Кировской области раньше, чем в Томской области. Хотя в Томской области уровень заболеваемости был ниже, чем у нас. Зато в городе Рязани открыли намного раньше, и уровень заболеваемости был больше, чем, например, в Кире. То есть в Рязани на момент, то есть в середине апреля была у нас маленькая заболеваемость, то в Рязани уже была большая. Но их открыли. Ну, по открытию, то здесь вот на тот момент информация понятна. Нас открыли после того, как открыли больше половины регионов. То есть вот когда последний раз я обращал на это внимание, было открыто, если не ошибаюсь, 45 регионов из 85, и на тот момент нас еще не открыли, это произошло через несколько дней. В регионах 15 обстановка была хуже, чем у нас. Из открытых имеется. Ну, как мне кажется, региональные власти, открывая бизнес, ориентировались не на ситуацию заболеваемости, а ситуацию вообще с бизнесом. Ну, потому что если власти видят, что бизнесу все совсем плохо, то, ну, потому что не было никакой корреляции очевидной между уровнем заболеваемости и тем, как регионы выходили из карантина. Поэтому здесь тоже, насколько мы можем рассуждать о том, что все будет зависеть, опять же, от эпидемиологической ситуации, если, судя по всему, это никогда от нее не зависит. А будет ли это зависеть от людей, которые выходят в пикеты? Сергей говорит, что да. Зависит? Зависит. Я могу даже объяснить, ведь смотрите, то есть здесь позиция у власти какая, конечно, они как грамотные политики, они все прекрасно представляют, что нельзя как бы одобрительно смотреть на протестные настроения, потому что они будут повторяться. Но при этом, почему это возникает, потому что у людей нет другой возможности высказать собственное мнение. Вот я, например, пытался попасть в свое время там и к губернатору, и к главе администрации города Кирова, везде ведь, и к министру экономического развития в свое время. Я приходил вот в это серое здание, до криков приходилось доходить, я говорю, где вы, как мне дойти, потому что записаться нельзя, коронавирус. Позвонить нельзя, мы телефонов не даем. На рабочий звонишь, а трубку не берут. Я перебью, конечно, да, но пригласили это ведь к министру экономического развития после того, когда Дмитрий стал пикет. Да, я сейчас об этом тоже скажу, то есть никаких нормальных возможностей не было. Приходишь в общественные организации у нас, есть те, которые достаточно неплохие, я уж не буду ради там пропаганды еще как-то называть, но тем не менее, они тоже, у них много запросов, они не всегда готовы сказать впрямую какие-то вещи по понятным причинам, да. То есть и здесь нет иного механизма, а как донести информацию тогда до губернатора, например, если он принимает решение, у него много дел, он очень занятой человек, все понятно, у него крупные вопросы. А что делать-то тогда представителям вот каких-то небольших компаний или просто каким-то небольшим социальным группам, которым тяжело? Если официальных источников нет, когда они идут через передаточные звенья, все буксует, информация не доходит, ну как иначе-то? Готовы повести за собой предпринимателей в случае чего? Да. Вот на этой ноте нам пора заканчивать. Спасибо большое нашим гостям. Дмитрий Кочев, генеральный директор компании «Стилемарк», сеть парикмахерских прятки в порядке, официальный представитель Ассоциации предпринимателей индустрии и красоты в Кирове, и Сергей Постников, активист, участник пикетов в поддержку бизнеса. Мы все-таки очень надеемся на такое как бы здравое решение, да. Позитивный сценарий. На позитивный сценарий, конечно, да. Надеемся, что не дойдет до необходимости выходить в пикеты, тем более осенью, когда холодно. Я хочу еще сказать, что мы не будем отключать трансляцию, пока здесь будет на видео пустой стол. Не пугайтесь, в 12.06 мы с Аней вернемся. Редактор субтитров А.Семкин